ЗВОНОК В ДВЕРЬ Просветительской миссии православных СМИ. Напомню, что все они работают исключительно на ваши перечисления. Это самые настоящие народные проекты, и в этом их уникальность. Обычные модели финансирования средств массовой информации подразумевают наличие инвесторов, преследующих свои какие-то цели, политические или коммерческие, наличие коммерческой рекламы, ну или обязательную абонентскую плату за доступ к просмотру. У нас ничего этого нет. И теле, и радиоканал финансируются исключительно добровольной платой, или добровольными взносами, или пожертвованиями. Можно называть как угодно, но в любом случае это единственный источник финансирования всех проектов. Обычно мы рекомендуем вам жертвовать 100 рублей в месяц, чтобы это было не тяжело для самого скромного бюджета. Но, конечно, бюджет у всех разный, поэтому мы благодарны за любую поддержку. И за рубль, и за тысячу, и, конечно, более рублей. Кому сколько по силам. Ведь этим мы все строим здание нашей христианской веры. И для себя, и для других, становясь таким образом поистине миссионерами. Ведь союз через спутники вещает на 82 страны мира. Все это мы неоднократно говорили, даже многократно. Но у нас появляются новые зрители, слушатели, читатели. Поэтому для того, чтобы и им было понятно, в чем суть этих обращений, мы снова вкратце это все повторяем. В том числе и о структуре наших расходов на 20 миллионов рублей в месяц. Столько мы должны, подчеркиваю, ежемесячно платить операторам связи завещание канала со спутников, а именно оттуда в большинстве случаев он попадает и в кабельные сети. Это Триколор, Орион, Телекарта, МТС. И это основная статья наших расходов. Также сюда входит производство программ, зарплата сотрудников, а это почти 150 человек. Налоги – 2 миллиона рублей тоже ежемесячно. И другие необходимые для жизнедеятельности канала расходы, включая коммунальные платежи, транспортные, почтовые расходы и так далее. Друзья, призываю каждого из вас поддерживать православное вещание любым из возможных способов. Все они указаны в бегущей строке, в интернете, озвучиваются в эфире, публикуются в православной газете, в любом приемлемом для вас размере. Главное – не будьте теплохладными, не будьте равнодушными, чтобы мы могли продолжать нести по всему миру весть о том, что над нами есть Бог, как жить по Его заповедям и как войти в Царствие Небесное. Спасибо и Божье во всем благословение!